Алексей, а давайте у нас сейчас с вами будет не интервью, а будет просто общение. Расскажите о себе сейчас немножко. Как попали на фронт? Откуда вы? Приморский край. Прошла мобилизация. У нас первую группу мобилизованных сгребали вообще с милицией по всем деревням. Сказали либо 15 лет сроку, либо подписывать повестку. Но изначально вообще никакой информации не было. Была маленькая информация, вообще говорилось, что мы за территорию России даже выезжать не будем. Три месяца будем находиться где-то на территории России, на каком-то полигоне. А в итоге? Ну, в итоге первая группа, вообще первая группа вместе со мной, там вообще все было действительно жестоко. Два-три дня нас подержали в Сергеевке, пока собрали. Потом перевезли сюда, два-три дня в одном месте, два-три дня в другом. И закинули сразу на передовые позиции. Хотя, вот пока еще были там, говорилось, что нам грозит максимальная третья линия обороны. Вы считаете, нормально 15 лет срока, если вы откажетесь от чего-то в вашем так званом государстве? Ну, вообще, я считаю, что это ненормально, так как войны на территории России-то не существует. Но там не было времени на размышления, там не давалось. Они приезжали, меня, например, забрали с работы. Рядом со мной были товарищи. Вот у них прям, представляете, вот 7 домов на одной улице, вот 7 человек, 7 соседей. Они прям проходили, они первую группу вычищали вообще с дальних деревень, чтобы в городах не было, никто не поднимал кипиш. Чтобы, я так понимаю, это было сделано для этого. Потому что вот первая группа, в которую мы ехали, все были, не было с городов никого почти. Все были из каких-нибудь самых далеких, глухих деревень. И были именно вот такими прям улицами целиком. Прям соседи по 5, по 7 человек. Давайте по порядку. Вас, говорите, с работы забрали. Кем работали в мирное время? Я строитель, промышленный альпинист. Как жили? Ну, как вам сказать? Я купил дом в деревне. Давайте про удобство в деревне поговорим. Обычно, обычный дом, удобство на улице, в смысле, меня это устраивало. Там обычный деревенский дом, старого образца. Это мой выбор, в принципе. Я как бы... Мне не нравится современное общество, цивилизация. Я выбираюсь только именно для того, чтобы работать. Я беру заказ, работаю там в течение, может, месяца, там раза 2-3 в год и уезжаю назад в деревню. Живу в деревне. Мне этих денег там хватает с головой. Там некуда. Этих денег сколько получали? Да. Сколько получали? Ну, на своей профессии я могу на хорошем заказе, но заработать, ну, от 60, ну и до 100 тысяч за месяц, да, рублей. Состав семьи какой был? С кем жили? У меня была сожительница. Дети такое? Детей нету. Предрассудки современного общества. В Украину как попали? Вот вас привезли, говорите, не было времени на размышления. Вот самолетом нас привезли на какой-то аэропорт, я не помню название, связанное что-то с плато. Оттуда на КамАЗах ночью вот перевезли в какой-то населенный, там не населенный, там территория какая-то, похоже, очень что-то типа санатория там. Потому что там отдельная столовая, отдельное здание, возле нее там площадь как бы была такая, там с бордюрами, с мозаикой. Что дальше? Там мы провели где-то дня три, после этого нас перевезли в деревню Володина. В Володина тоже, мы первый день там копали окопы на краю деревни, там через день деревни, можно сказать, в лесополке. Дня три мы находились в Володине, потом просто вечером пришел приказ, что сегодня убываем, что куда, никакой информации не было. Вечером пришла машина уже на Уралах, нас отвезли в соседнюю деревню, мы узнали, что это Ремовка. А оттуда вон на УАЗиках уже привезли на передовые позиции, в окопы. В учебке ничего такого не было, сразу кинули? Ну вот получается мы по два, по три дня проводили. Вот где вот санаторий нас увозили на полигон, по-моему, да, два дня мы были на полигоне. В Сергеевке мы были на полигоне два дня, в Володине мы, получается, копали окопы и одну ночь жили в них. В принципе, это и все обучения. Страна нас бросила, что вообще, ну, это неправильно вообще. Мы вообще, ну, мы не солдаты, чтобы нас вот так вот кинуть прямо на передовые позиции, без особых вообще средств даже каких-либо, даже к наблюдению. Что даже простой обычный бинокль, там, попался к нам в руки, там, через какой-то, через месяц мы только увидали бинокль. Ну, вообще, в смысле, это все неправильно. И вообще, в смысле, это не наша война. Как бы, ну, у меня было это мнение еще до мобилизации. Мы знали, что это не наша война, что тут нет, это не наша родина. Мы не защищаем здесь свою землю. Как бы, если, например, это можно было подумать. Нам говорили, что, как бы, ну, что Украина напала на Донецкую, Луганскую республики. Там Донецкая, там Республики, там Луганская еще можно было понимать. Но когда нам сказали, что нас уже здесь, на территории, что нас везут на Запорожскую область, про нее вообще нам не было слышно. Запорожская область – это вообще ваша Украина. Я не слышал, чтобы там на нее нападал кто-то, что там. Мы вообще про эти областя не знали ни про Терсонскую, ни про Запорожскую. Мы услышали про две, что есть Донецкая и Луганская область, они вроде как отказались жить под новой властью, и вы, получается, на них напали. Вот такая информация была у нас на гражданке. А про Запорожскую область, я слышал, что рядом в Херсонской уже услышал, про них у нас вообще разговоров не было. И когда мы уже узнали, что мы едем вообще уже в какую-то Запорожскую область, тогда вообще понимание о чем-либо пропало, о происходящих событиях. Ну, по крайней мере, того, что мы кого-то там защищать будем, да нет, в Запорожской области, было понятно, что это не так однозначно. Ну, населенные пункты видели, села, которые сами же побомбили ваши военные? Мы видели... Разбитые дома видели, вот когда ехали сюда, видели все вот это разбитое? Мы по ночам передвигались, но ночью мы видели Мариуполь. И? Руины одни. Видели мы руины одни. И на какие мысли они натолкнули? Ну, наталкивают они на мысли. Кому эти мысли помогут? Ну, точно не вам. Какого числа в окопы попали? Получается, в начале октября. Я по числам не помню, в то время не было у нас ни телефонов, как бы ориентирования с числами не было точного. Только все относительно. Что делали в окопах дальше? Ваши прямые задачи? Наблюдение. Моя прямая задача вообще, мне ходить надо было на место разгрузки за продуктами ночью. И наблюдение по два часа мы дежурили. Примерно два через... У нас было три человека, получается. Два через шесть примерно. Примерно два-три раза. Получается, три... Ну, ночью, так как ходил я за продуктами, получается, ночью не всегда попадал на дежурство. Ну, примерно три раза в сутки я по два часа стоял, дежурил. Людей много было? В моем окопе было непосредственно три человека. Четыре вместе со взводным. Четвертый был взводный. Что говорили? Какие вообще настроения были? Ну... Ну, обсуждали. Вы на территории другого государства находитесь. У нас вообще очень много злости было на наше командование за... Вообще за это все. Потому что, во-первых, у нас... Нас привезли, у нас даже средств наблюдения не было. Таких, как бинокль. У нас был у одного из соседних локов. Вы не задумывались, зачем вас привезли? Зачем нас сюда привезли? Ну, как тут задумывался, не задумывался, ну... Команд не было никаких. У нас ходили слухи про наш начальник. Тот, который был с нами, просто командир взвода Метис, он с нами и приехал. Он сам ничего не знал. Он с нами разговаривал так же. У него никакие вопросы не мог ответить. Но вы обсуждали со своими соплеменниками там в окопе? Что вообще делаете в Украине? Что дальше? Ну, как бы не особо обсуждалось. Ну, мы обсуждали... Ну, как мы, мы с тобой, больше у нас были обсуждения о том, что нам первые дни там... Ну, воды у нас не было первые дни. У нас такие вопросы интересовали. Что у нас нас бросили, в смысле, в окопы, без обеспечения, без полностью. Что рядом нету никого вообще, и старших. Что... Ну, отношение к нам было, как к животным. Мы это прекрасно понимали. Населенные пункты рядом были ведь? Видели местных? Ходили, может, по селам? Нет, в тот момент нет. Первый месяц вообще у нас передвижений не было никаких, никакой информации не было. Через месяц только я первый раз увидел населенный пункт. Что вы видели? Деревня приютная. Что в деревне? Ну, я в самой деревне был, только по одной улице проходил. До школы и обратно. Местных никого не встречали? Нет. А в школе что забыли? Я отдых... Нет, я попросился отдохнуть, там ситуация была. Мне сказали, что там можно отдохнуть. Какая ситуация была? Ну, у меня был конфликт. Сначала был конфликт внутри окопа с Якутом. Я хотел попроситься, чтобы меня перевели в другой взвод. Пока Мест добрался до командира роты, то я к нему уже попал, уже как дезертир бросившую позицию. Уже в таком ракурсе. Потом через три дня произошла ситуация, что меня по ошибке... Вот я когда носил БК с места разгрузки, меня вообще по ошибке забрали. Они должны были вывезти два человека в ту ночь. Но никого не вывели. А я как... Ну, поймали меня, потому что я пришел с первой роты. Меня забрали на обучение, на ПТУ. Но дело в том, что в тот день... Настолько мы только проездили в Урале везде, они ничего... Так ничего не стрельнули. Вечером привезли нас назад на позиции. И тогда конкретно уже ротный... Ну, меня полностью делал дезертиром. Он полностью меня разоружил там... И туда-сюда я под конвоем отправил вот на место разгрузки, чтобы... Ну, он мне сказал, как? Даю тебе две секунды решить там... Ты будешь, это, нормальным солдатом. Или, как у него поговорка была, ФСБ тюрьма. А, ФСБ Ростов тюрьма. Я ему сказал, что лучше ФСБ тюрьма, чем с ним служить. Вот он меня разоружил. Ну, рукоприкладство было небольшое. И отправил на ноль. На ноле... Ну, не было... В ту ночь не было Бэхи. Она... Случайно Бэхи приехала около 10 утра. С ней я добрался до приютного. Там, в начале деревни, Бэха, когда остановилась, я с нее спрыгнул. Навстречу уже метров 30-ти шел по улице человек. По разговорам, вот, и водитель, механик там. Я понял, что позывной у него Хантер, это был командир полка. Ну, он подошел, спросил, что случилось. Я ему примерно начал... А, я ему сказал, что не хочу служить его полностью. Хочу домой, в смысле хочу, добавлено, отказаться от отношения службы. Он сказал, что у него в полку 500-х не бывает. Репутацию он портить себе не будет. Ему легче меня, вон, завести за Бэху и домой отправить в 200-м. Ну, не отправил же. Ну, он сказал тебе выбор, либо так, либо иди во вторую роту. И вы пошли во вторую роту? Да. В плен как попали? Заблудился. Поподробнее. Я пошел погулять, пошел выдохнуть, у меня была ситуация? Нет, было слишком темно с той позиции, с которой я вышел. Я вообще раза три всего лишь ходил на место разгрузки и то в составе группы. А в ту ночь, тем более было очень темно, я вышел. Ну, и, получается, сделал круг и вышел на вашу позицию. Пошел не в ту сторону. Я думал, что двигаюсь на восток, а уже, получается, сделал круг и уже двигался на запад. Что было дальше? Когда взяли в плен? Когда взяли в плен. Завязали глаза, ввели, ввели куда-то, потом сидел, потом забрали, потом перевезли куда-то. В каком-то доме провел, а потом все до сюда довезли. Отношение было действительно удивительное. Как сказать? Ну, удивительное. В смысле, дело в том, что у нас вообще говорилось, что у вас пленных не бывает и там все остальное. Нацисты? Нет, словно нацистов не применяется именно к вам у нас. А что говорили? С нашей стороны? С вашей стороны? Ну, с нашей говорили, что у вас пленных не бывает. В смысле, вы не берете в плен, сразу, кончаете сразу, 99%. Но после того, как попал в плен, вижу, что это неправда. Думаете, нормально ходить по территории чужого государства? Считаю, что нет. А скажите, вы считали, вот до того, как попали в плен, это война или спецоперация так званая? Что вообще знаете об Украине? Об Украине? Ну, дело в том, что у нас Приморский край, как бы, у нас состоит, на 60% из украинцев, у нас переселение. У нас каждого второго, мамы, папы, дедушки, бабушки с Украины. Как бы, у нас для нас вообще в Приморском крае очень непонятно, бывает вся эта ситуация здесь. А что, у нас было непонятно? Вообще, как могла образоваться война на Украине? В Украине? В Украине. Что там говорили, обсуждали? Ну, по телевизору показывают, что вас тут всех обманули, и НАТО вашими руками пытается воевать против России. А Россия? А как мы можем воевать против России у себя на территории? Ну, имелось в виду, что, получается, когда у вас, якобы, произошел, получается, Майдан, вот этот вот переворот, говорилось, что Луганская и Донецкая республика отказались, в смысле, новой власти подчиняться. Ну, и сказали, что вы напали на Донецк и Луганск. Кто напал? Вы напали, от кто напал? Ну, в смысле, Украина напала на Донецк и Луганск. На Украину? А? Украина напала на Украину? Нам говорят, да, что вы на Донецк и Луганск напали, да, из-за того, что они отказались подчиняться новой власти. У вас образование есть хоть какое-то? Девять классов. Девять классов. В России это нормально? Почти у всех так? Ну, не совсем. Дело в том, что я фазанку, я бросил обучение сам. Ждете обмен, я так понимаю? М? Ждете обмен, я так понимаю? Дома сожительница. Нет, сожительницы нету, я по трое года с ней уже не живу. Дома кто-то ждет? Да, ждут. Кто? Сестры, брат. Сестры, брат. Чем брат занимается? Брат не идет воевать? Кто расстроитель? Нет, не идет. Почему? У него бронь. Его не заберут. Повезло, да? Да. Брат. Что дома говорят? Сестры, брат. Пошли вы. Поддерживали? Нет, конечно. Что-то пытались сделать? Ходили в военкоматы? Там поздно было что-то делать, там все ходили в военкомат. Все родители, родственники, все, кого забирали. Все ходили в военкомат. Я слышал, через три дня его даже подожгли. Даже до такого дошло. Отношение ваших сестер, братьев к тому, что происходит в Украине сегодня? Что они говорят? Ну, вы же с ними обсуждали до того, как попали в плен. Пошел, что делать? Ну, как бы отрицательная сама война, потому что старшая сестра, она верующая, например. Для нее вообще слово война в любом эквиваленте, оно страшно звучит. Младшие сестры, она воспитательница, как бы детского сада, они такого образа мышления у меня. Для них вообще просто слово война, это страшно. Что они сделали, чтобы одного не было? Ваш край что сделал? Для того, чтобы вот таких, как вы, ваших соплеменников, не отправляли? Я не знаю. Что вы не знаете? Что сделал наш край, чтобы нас не отправляли. Вот я единственное знаю, что у нас в городе, что у нас военкомат поджигали. Это единственное, что я знаю. Позвонить хотите домой? Я не знаю, что сказать. До этого что говорили? Ну, вчера звонили. До записи сказали, вчера звонили? Да, вчера звонили. Ну, сказал, что живой, здоровый, что обращается, хорошо. Что мне сказали, что надо передать ей, что надо исходить в военкомат, написать заявление какое-то о том, что я нахожусь в плену, что не без вести пропавший. Что хотелось бы сказать еще своим соплеменникам? Ну, тем, кто, может быть, идет по доброй воле на войну. Конечно, что здесь нечего делать. Это не наша война. Тут нет войны, в смысле нашей. Тут не наша территория. Ну, я вам так скажу, те, кто старше, мобилизованные, старшего возраста, они все это прекрасно понимают. Есть молодые, да, среди нас были кто-то, там, 20-летний, там, 22 года, кто-то, контрактники, например. Они, может, и солдаты, они, как-то, может, фанатики, они, может, считают, что это все-таки есть хорошее в этом. А мой призыв, который мобилизованный, там все пахари, там у всех дети, там мечтают за трехсотицу, чтобы только домой попасть отсюда. Потому что сказали, что отсюда другого варианта уехать нет, либо двухсотым, либо трехсотым. Именно кто постарше, больше 35 лет, после 40 лет. Никто не хочет здесь находиться. Как родственникам сказали, что в плен попали? Ну, вы им сказали или они как-то узнали? Я, когда им позвонил, им уже, они сказали, что им уже днем пришло на WhatsApp, пришли фотографии, потом встали в плену мои. И? Все. Давайте позвоним. Сестре? Сестре. Ну, кому? Сестре, брату, да? Да, ну, все-то я договорю. Еще раз попробую. Ну, я реально не хочу, чтобы через Телеграм звонили. Ну, в селе вообще интернет есть? Там ненормально. Сестра не в селе, села в городе находятся. Здесь не удалось соединиться. Сестра в городе находится. Это я в селе, там отдельное село. Ну, вот вы приедете назад в Айрофе, что вы будете делать? Все для того, чтобы сюда не вернуться. Что именно? Ну, сейчас... Дальше как вы будете жить? Вы побывали здесь, вы поняли, что здесь вообще не так, как вам рассказывают там. Проходит обмен, вас возвращают. Ну, если, не дай бог, разойдет разговор, чтобы меня сюда вернуть, я ногу сломаю себе. И дальше? Нога заживет. Ну, я не знаю, насколько это будет длиться. Но вообще мне сказали, что надо указательный палец в руки отрезать. С ним комиссуют сразу. Мысли с ним не призовутся. Не думали вообще в обществе вашем что-то менять? Общаться с соседями, друзьями, знакомыми? Они же есть. Ну, вы знаете... Все устраивает в жизни, в России? Нет, дело... Да нет, конечно. Просто об этом разговоры у нас так постоянно происходят. Я не знаю, что... Кроме разговоров, что-то делаете, действия какие-то? Ну, как, ну... Украине, когда что-то не понравилось, люди собрались, пошли на Майдан. Я вас понимаю, о чем вы... У нас тоже были митинги, но они почему-то быстро все заглухают. У нас просто, видать, потому что страна большая, все раскидано. Сообщал, ну, общего большого митинга, видать, не было такого. Но у нас вот из больших даже, вот Приморский край с Хабаровским вместе одновременно собирались. У нас была ситуация, когда у нас мэр в Хабаровске новый пришел, он распродал имущество мэрии, там, катера и дорогие автомобили, и деньги отправил. Вот там на больнице. Его быстро сняли с должности, короче. Вот за него выходил полностью Приморский край, выходил Хабаровский край, там еще какой-то край по-моему выходил. И тоже недели две, буквально три, и все, и прям заглушили все это. Волнение в то, что между нами, между всеми, разговоры, ну, они постоянные. У нас только, ну, молодежь только рада, ну, только им жизнь нравится, и все, в принципе, как бы. Они считают, что все хорошо. Ну, молодежь, там, 20-летний, 16-летний. Я чаще общаюсь, и у меня круг общения, например, вот, например, как вот 80 лет, например, пасечник, дедушка. Вот такие вот, например, люди. Больше пожилых в моем кругу общения. А что пожилые говорят? Надо вернуть Советский Союз? Тогда было лучше? Да нет, такого особо нету прям разговора, чтобы прям вернуть Советский Союз, потому что понимание есть того, что этого не будет, как бы. Последние шансы, это еще, когда Путин пришел в 98-м году, у него был шанс как-то хоть что-то вернуть. Но он, в смысле, все сделал для того, чтобы его до конца убить. Ну, я так считаю. Как бы политика Путина мне полностью не нравится. Я его никогда не уважал, никогда за него ни одного хорошего слова не говорил. Не боитесь по возвращению за такие слова, что они с вами могут что-то сделать или посадить? Да я не знаю. Да если даже мне удастся вернуться, мне кажется, вряд ли меня там вообще освободят. Вряд ли, там, не знаю. Что я не знаю, что с пленными делают. У нас вообще такой информации нет. Ну, я не знаю, что будет дальше. Но за свои слова я не боюсь, как бы. Насчет Путина у меня нету к нему вообще никаких хороших слов, и никогда не было. Даже независимо от этой ситуации, которая здесь происходит. Мне не нравилась его политика с самого начала, как он пришел к власти. Вы же понимаете, за такие слова выйдя там, сразу за гребут посадят, как минимум. Ну, я не знаю. Ну, а посадят за предательство Родине, не посадят. За что, ну, я не знаю. Я не знаю, что будет, но если... Ну, мнение мое такое, оно так и было. В принципе, если у нас в стране не будет прям настолько, что даже своего мнения не будет, что я не знаю, что говорить туда. Но оно есть такое мнение. Я от него никуда не избавлюсь, потому что оно мое, и причем постоянное, в смысле укрепленное в течение жизни.